Добрый вечер, друзья! Сегодня 12 января, по нашему среднесибирскому времени 21 с копейками. Значит так, сегодня у меня группа поддержки посильнее, это не шутка, вы даже увидите кое-какие комментарии будут по ходу. Это моя племянница Дарья Санна. Вот она. Я специально личный свет включил. И это самое... Тимофей Николаевич, поздоровайся, пожалуйста. Ты занят, пуговицы пришиваешь. Но дело в том, что просто поздоровайся, а я тебя потом позову. Здравствуйте. Ну я надеюсь, слышали твое поздравствование. Итак, поехали. Сегодня у нас важнейшая тема. Она касается прививок. Но вокруг прививочной вот этой вот самой идеи наворочено столько, мы сейчас немножечко разгребем. Мы не будем сильно выдаваться в теорию, иначе я потеряю слушателей. Но кое-что все-таки скажу, почему. Потому что сильно въелось глубоко в сознание людей многое то, что я не воспринимаю. А за моими словами, за моими идеями стоит самый лучший сад по качеству плодов Сибири, который вообще тут близко не должно быть. Вот так вот. Смотрим. Значит, вот она. Прививки полезные, бесполезные, смертельные. Это сегодняшняя тема. Так. Теперь. Содержание вебинара вы уже знаете. Самое интересное здесь что? Бросок на юг. Пора. Преодоление биологической несовместимости. Уже преодолел. Вам экономили десяток лет. Так. Вот. Теперь. Прививка на другие виды. Смотрите. У меня все, Господь Бог, так все складно делает. Вот он взял час назад, прислал мне ролик. Ну, в данном случае руками Олейниковой Людмилы. Смотрите. Это займет не более 1 минуты. И вы поймете, что вначале я написал прививки на другие виды. Панацея или отчаяние. И вот она помощь Бога. Смотрите. Сейчас я включаю. Наверное, вы звук не увидите. Я сам буду комментировать. Здесь всего полторы полной минуты. А почему яблоки нету? Наверное, вы не слышите. Уже опали яблочки. А что у нас осталось на яблонь? Старая яблоня, культурная. Видите, яблоки? Вполне приличные. А что ты тут снимаешь? Игрушки. А грушки, как на яблони. Смотрите, как на яблони. Волшебный. 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 Я забыл, как сделать, чтобы была. А вот, крупнее. Видели, да? Причем, обратите внимание, сейчас еще чуть-чуть назад. Смотрите, как она. Вот, видео кончилось. Вот, спасибо, Людмиле. Где у нее палец? Она уже знает. Она мне так и написала. Она не будет обламывать. Вот тут груша сгниет. И вот тут плодушка сгниет. А пока будет это делать посередине, еще лучше не обламывать, а посередине это самое. А отрезать, например, ножницами. Вот, в общем, поняли, да? А она мне спросила, что это с одной грушей. А я говорю, цель груши, это моя весная красавица. Волшебный. И, внимание, у меня давно таких крупных кладов не было, даже на молодых деревьях. Каждый раз происходит одно и то же. Вот. Как только где-то мои черенки появляются, появляются чудеса. Посмотрели, полюбовались. Это всего лишь веточка, я не спросил ее. Вот, буквально перед вебинаром письмо пришло. Наверное, она двухлетняя. Вот эта прививка. Ну и я поздравляю, но вот если она не перенесет сейчас на грушу, и долго не проживет, год-два и не будет в нее. Это уже проверено мною. Вот. Бежвидовые прививки груши на яблони я уже делал. Вот. Вот это рядом со мной, не знаю, видно или не видно сейчас на экране, Дарья Санна, будущий авторитет. Я надеюсь, она будет покруче тех, кто сейчас, в данный момент делает погоду, но не делает фрукты. Как-то у них плохо получается. Вот. Она стоит, позирует. Я ее снимаю. Ну, вы же знаете, что все-то потому. Весной 2015 года мы купили участок, поэтому раньше это было невозможно. Прикупили. Мы с ней посадили вот эти косточки. Абрикосовые косточки от Бродского. Еще и с генами персика. Получится в пенах, не получится, ждем урожай. Да, нам все в плодыжках сейчас. Вот я просто хотел вам показать вот этим примером, что направление не прививать существует. Вот. Повторюсь, что я когда-то был фанатиком только прививок. Жизнь меня поправила. Теперь я так же, как Мичурин. Я все ранее, я поздний. Вот этот поздний говорит, наглядевший чудес, именно в своем саду, что сейчас все так перемешалось, что теперь право на крупноплодные фрукты имеют даже непривитые деревья. В данном случае ждем чудеса. Вот. Бродского. Вот. И отвечаю сразу на вопрос участника вебинара. Третий день молчит телефон. Было письмо, что Анна, дочь, тоже не отвечает. Но у нее больной ребенок, и она сама не совсем здорова. Не теряйте надежду запастись его косточками. Ему поможете. Я надеюсь, выкарабкается. Вот. Но когда он лежит в больнице, телефон у него отключает. Так, у нас так принято. Так. Помните первый пункт, как звучал? Ответы на вопросы. Меня зовут Лариса. Вчера вечером мы разговариваем по телефону. Ну, тут признательность к людям, к детям. Очень здорово, что... За такую благодарность. Так. Низкий поклон. И вот. Я почему подчеркнул? Считаю невероятным подарком судьбы, что вчера случайно... Это, кстати, свежее письмо. Я увидел информацию об вас в интернете. Так. Промышленное садоводство. Она упомянула, да? Я... Мое направление... Работать с вами по дачному садоводству. Я терпеть не могу промышленное садоводство. Промышленное садоводство это... Образно говоря, фабрика... Обувная фабрика Скороход. Помните? Это когда крыльевой каблук и гвозди торчат. Вот так и тут будет. Ни черта. Промышленное производство... Прибыльным стать не может. А я вот буду учить, чтобы оно было прибыльным. Дачное с развитием. Может быть, когда-то где-то кому-то придет в голову... Все-таки отдать людям землю. Чтобы это... Хватит уже доказывать, что мы колония. Промышленное садоводство не про нас. Его можно развивать, но постепенно. Начиная с дачного участка... Я рассказывал, как... Наверное, еще такой вебинар по промышленным садам все-таки и сделаем. Но попозже. Теперь так. Опять про детей я полностью согласен. Иначе беда. Все правильно. Дальше еще. Вот это вот упоминание. Персики, Хасанские, Моиши, Штук пошло. Бродские одно пошло. Выросли. Ну, там дальше подробности, подробности. И несколько этих самых... Несколько фотографий прислал. И прислала мне вот эту песню. Вот. Эта песня будет основана в новом музыкальном фильме. Вот. Увидите. Это сюрприз. Спасибо, уважаемая Зоя Адольфовна. Видите, как перекликается. Если бы не эта песня, которая... У меня слезы стояли, когда я слушал. Фактически молитву. Я бы не догадался еще один фильм сделать. Ну, еще что... А этот... Это прислали вы. Спасибо. Теперь так. Вы еще один вопрос задали. За данный вебинар можно ли все стволики, мои яблоньки, перепривить себя сразу. Я думаю, что нельзя. А я говорю, можно. Все пять поливайте. Что-то пойдет, что-то не пойдет. Вот. Все будет нормально. Все пять. Вот. Вот это уже прикол. Что интересно, по железу. Видите, вот эта верхушка отрезана. Это я комментирую, сам догадался. Да? Вот. И, наконец, зима настала. И все. Теперь можно не бояться. А я, когда увидел эту фотографию, я сразу растерялся. Думаю, это что такое? Они мне мою же фотографию прислали. Вот. Ага. Сейчас. Вот моя фотография. Сразу вам ценный совет. Вот здесь, естественно, все это выросло. Можно взять и попробовать встряхнуть, и вам, блядь, у вас получится. Вытряхнуть из горшка вам не удастся. Ну, ниже покажу еще, почему там. Другие примеры. Там корни торчат. Они не дают отцепиться. Через дырки корни вылазят. И вот, значит, я про прививки, про привитые саженцы. Уши эти-то обычно в горшках не продают. А корни, собственно, привитые продают. И человек, знаете, как продают? Значит, я в одном из фирмах и в одной газете написал. Подходите, аккуратненько, ну, знайте, что могут морду набить. Потяните из горшка. Ну, вот, одна мне написала, по-моему, даже в гостевой было. Потянула, точно чуть морду не набили. Оказалось, они этой же весной были присыпаны. А продавали-то ясно, как у корневая система. Вот так, ребята. Ну, а качество постарайтесь понять. Немножко кривовато. Смотрите, что получается. Значит, ну, вот, например, вот эта вот основная ветка пошла чуть вбок, а второстепенная пошла чуть вверх. Это я потом отдельно вам покажу, если до этого дойдет. Подографии сильно много. Значит, две почки. Каждая выросла индивидуально. У них каждая своя программа. Что такое? Это же боковая ветка была. Мы взяли почку с двумя черенками, то есть, не так, черно с двумя почками. Вот. Если по отдельности эту почку привести, одна выросла вот такая, другая вот такая. Вы поняли, да, почему некоторые говорят, три года сидит и не растет. Пять лет сидит, не растет. А здесь шансов больше. Во-первых, одна точно ростовая. Видите, здесь же. Я вам даже покажу. Не все даже выкапываются, потому что выкапываются луч из лучших. Вот. Есть, допустим, мощный побег. Вот один, второй чуть-чуть уступает. Он не будет полностью отрезан. Он будет сильно укорочен и станет одной из боковых средней по размеру ветки. Вот так будет укорочен. Подробности мы же еще будем изучать другие темы. Там полезные советы, вредные советы. Вот. Вот сам принцип. Не хватает чего? Не хватает внешней красоты. Но одна ветка подрезается не на кольцо, а вторая выпрямляется с помощью кольца. Это уже на новом месте. Как посадите, видно будет. Вот. Ну и внешний вид, пожалуйста. Питомник. Еще раз говорю, что вот это вот, да. Вот это вот рынок. Вот такие-то и прячут. В горшке и к вам. Вот. Мне интересно это самое. Тоже мне рассказывали. Вот. Подскажу, корни нет, а продается говорит. Не нужны корни ему, не нужны. Посмотрите, какая прекрасная корня. И так настойчиво, и так красноречиво говорят, что люди берут без корней. Теперь это, пусть это не саженец кори, вряд ли он привитый. Это какой-то урод. Вначале рос, потом, видимо, отмерз, потом пошел ниже. Не похоже на привитый. Но дело даже не в этом, привитый или нет. С этим корнями, как его спасти. Выбирается одна, максимум две, самой нижней почки. Вот здесь отрезается. Ну, а тот, кто купил, а это, кстати, грузовик. Он стоял до середины июня. Это грузовик. Вот. Как еще разрешили мне сфотографировать. И вот, значит, ясно, что никому голову не придет, даже половину отрезать, три четверти. Оно же вот здесь. Вот это шанс. Маленький-маленький. Ну, раз вот деньги выкинуты. Вот. Мы постепенно подбираемся к прививкам. Я буду знакомить с чем, чем без меня вы никогда бы сами бы не догадались. Просто бы не догадались. Вот. Ну, у нас профессии разные. Да, металлург? Вот. А мы металлурги. Латинком, металлург. Так, ладно. Шутки в сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова